Точечка в точечку, да, должна у нас попасть, чтобы листочек у нас зафиксировался. Весь мир Екатерины на кончиках пальцев. Она уверена, для того, чтобы видеть, нет никаких границ. Этому слепая с рождения девушка учит детей, таких же, как она. В библиотеке имени Чехова Екатерина ведет уроки чтения и письма по шрифту Брайля. Как сама признается, для нее это больше, чем просто работа. Читать, будучи незрячими, еще одно доказательство, что даже у людей с ограниченными возможностями здоровья есть все возможности для полноценной жизни. Однако сегодня в Екатерининский зал девушку пригласили вовсе не в качестве педагога. Здесь собрались те, кто не только себе, но и окружающим не раз доказывал. Даже ограниченные в здоровье люди могут жить без ограничений. На торжественном приеме 20 лауреатов именной премии губернатора. Спортсмены, артисты, художники и писатели. Люди, которые настолько сильны духом, что от их энергии в зале, кажется, даже зазвенели хрустальные люстры. Инвалид с детства Юлия Воронцова в этом году побила новый мировой рекорд в пауэрлифтинге. А вот слабовидящий Юрий Стасеев создал целый портал для слепых, где почти 500 пользователей делятся своими стихами и песнями. Инвалиды не остались в стороне, а к ним уделяется большое внимание. И мне вот от этого очень приятно и радостно. То, что сейчас мы находимся в Екатерининском зале, где сама атмосфера самого праздника, настолько торжественно понимаешь, насколько это важно. Несмотря на юный возраст, большинство из них уже лауреаты и обладатели гран-при разных всероссийских и международных конкурсов. Работы тех, кто проявил себя в живописи, представили на выставке продажи. Вырученные средства пойдут в копилку благотворительного краевого фонда «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Вот уже шесть лет он помогает детям, нуждающимся в дорогостоящих операциях и медикаментах. Каждому такому ребенку необходимо особое внимание и забота, говорит Александр Ткачев. И, пожалуй, лучшее лекарство для сирот-инвалидов станет семья. Чтобы свой дом они нашли быстрее, в Крае реализуют программу для финансовой поддержки усыновителей. С каждым годом она становится все ощутимее. Благодаря этой работе своих мам и пап нашли уже более тысячи ребят. Но есть и тех, кто пока еще ждет своих родителей. Их у нас в Крае 605 человек. И каждый нуждается, естественно, в любви, заботе. Наша задача сделать так, чтобы для каждого из этих ребят нашлась семья. Для этого в Крае выплачивается единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей с семьям, которые усыновили ребенка-инвалида. Кроме того, с января 2015 года усыновители детей-инвалидов будут получать ежемесячно 15 тысяч рублей. За успехи в творчестве и спорте глава региона вручает дипломы, именные премии. В этом году они впервые составляют 100 тысяч рублей. В списке награждаем их и учительница Екатерина Смык. Правда, премию получает она вовсе не за свой педагогический талант. Девушка стала лауреатом различных краевых и российских вокальных конкурсов. Для того, чтобы ярче проявить свои способности и таланты, этим людям сегодня нужны особенные условия. Но прежде всего они должны быть созданы для полноценной повседневной жизни, уверен глава региона. На Кубани сегодня больше 400 тысяч инвалидов. Безбарьерным, как Олимпийский Сочи, должен стать каждый город-крае. Мы активно взялись за формирование комфортной и доступной среды для инвалидов. Я поставил задачу перед главами муниципалитетов, руководителями строительных, проектных организаций. Системно заниматься этим вопросом. Оборудовать для нужд инвалидов уличную инфраструктуру. Добиваться от каждого учреждения, каждого магазина, создания для них комфортных условий. А там, где ведется уже новое строительство, изначально предусматривать наличие пандусов, подъемников, поручней, тактильной плитки. Это должно стать обязательной нормой по всему краю. Если вы замечаете, что эта работа где-то не ведется, я прошу вас обязательно меня информировать. Для достижения мечты нет никаких преград. Это Екатерина Смык знает наверняка. Губернаторская премия и слезы ее первого учителя сегодня для девушки лучшее тому подтверждение. Она сидела, слушала меня, и я знаю, что она вытирала слезы. Для меня это много значит. Значит, я чего-то добилась, значит, что-то в моей жизни происходит, я не стою на одном месте. Эта победа будет не последней, обещает девушка. Уверена, с такой поддержкой новые успехи еще впереди. Теперь мечта Екатерины покорить жюри любимого телепроекта «Голос». Мария Крошная, Денис Москаленко и Денис Перец, Кубань, 24, Краснодар.